Всем привет! Меня зовут Илья Кизиров. Вы слушаете подкаст Русской службы ВИБИСИ «Что это было?». В нем мы говорим о войне и ее последствиях. Снарядный голод в ЧВК Вагнера стал поводом для скандала. На нехватку боеприпасов публично жаловался основатель этой ЧВК Евгений Пригожин. Одновременно с этой же проблемой сталкиваются и подразделения ВСУ, и западные страны активно наращивают поставку снарядов. Сегодня мы с моим коллегой Павлом Аксеновым обсудим, почему стороны тратят так много боеприпасов и есть ли в этой войне альтернатива артиллерии. Паш, привет! Привет! На прошлой неделе снарядный голод впервые стал поводом для большого скандала внутри российских сил. Можешь об этом подробнее рассказать? Да, вот если ты помнишь, ЧВК Вагнер долгое время считался довольно успешным вооруженным формированием. Они создали вокруг себя такой ореол условно-победоносной группы на фронте. Ну, после того, как завершилось это российское летнее наступление в сторону Лисичанская, в север Донецкой и дальше. И вот после украинского контрнаступления началась уже вот эта окончательная позиционная война, где Вагнер там двигался очень медленно, но все-таки они могли как-то сообщать о каких-то продвижениях. И об этом писали многие российские военкоры. Это все, в общем, признавали в России. Но потом Вагнеру стало остро не хватать людей. Добровольцы перестали к нему идти, потому что, в общем, стало понятно, что это такой билет в один конец. А на мобилизованных они претендовать не могли. И тогда появилась эта история с заключенными, которых очень активно вербовали. Но вот теперь активно, очевидно, не хватает и зэков. Я это объясняю просто, чтобы был понятен контекст, да, в котором возник еще и снарядный голод, который появился вот на фоне вот этих проблем. Он появился у всех. О том, что снаряды начнут когда-нибудь заканчиваться, заговорили еще весной, в конце весны и летом. Летом стало уже понятно, что если их так тратить с российской стороны, то их точно очень скоро станет не хватать. А зимой военкоры и украинские блогеры тоже начали писать, что российские войска стали концентрировать артиллерийские удары на каких-то ключевых направлениях, стаскивая снаряды с других, да, и артиллерийские стволы тоже. И вот, когда эта нехватка стала уже, очевидно, очень острой, это коснулось всех, включая Вагнер. Тогда стали, собственно, появились эти ролики. Один из первых, если ты помнишь, появился в конце декабря, когда вагнеровцы просто грязно оскорбили начальника российского генштаба. Честно говоря, не помню, напомню, пожалуйста. Был такой ролик, записали там, на фоне артиллерийского орудия стояли несколько вагнеровцы, в трое, кажется, и они вот тогда... Я не буду их цитировать, но это было довольно грубо. Это было оскорбление начальника генштаба, которого они упрекали в том, что снарядов не хватает. И вот тогда эта проблема уже вылилась в публичное поле. Так продолжалось до последнего времени, записывались разные ролики, и Пригожин, который владеет ЧВК Вагнер, записывал свои аудиокомментарии, недавно продемонстрировал даже жесткую, очень жесткую фотографию, я не знаю, ты видел ее или нет, с трупами вагнеровцев. Да, вот это видел. Да-да-да, сказав, что они погибли ровно-таки из-за нехватки снарядов. При этом Пригожин говорил, что снарядов хватает в армии российской, что он знает, где они лежат, но ему их просто не поставляют. Он винил какие-то там интриги. Вот. Тут же ему вспомнили и тот ролик с оскорблением Герасимова, и стали говорить, ну, что ж ты хотел. Ну, и вот, собственно, начался то, что мы сейчас называем скандалом. То есть настоящая склока, потому что тут надо понимать, да, что с российской стороны воюет не какое-то одно государственное вооруженное формирование под названием армия, да, воюют очень много разных сил. И вагнеровцы, и вооруженное формирование самопровозглашенных, и ДНР, и многие-многие там, и какие-то части БАРС, да, и так далее. Да. И у всех какие-то свои интересы, и многие решают какие-то свои вопросы через публичное поле. Поэтому, когда начинает остро чего-то не хватать, начинает записывать всякие обращения, комментарии. И Пригожину тогда, когда он уже начал эти вот свои публичные выступления, ответили несколько человек. Причем даже нет смысла уточнять, кто это был. Эти были разные российские военкоры, довольно известные там, и полевые командиры тоже. Если суммировать, они говорят, что вообще-то те успехи, о которых вообще, в принципе, можно было говорить у Вагнера, они все зависели ровно-таки от поставок снарядов, живой силы и техники, которых у Вагнера было много, что их снабжали просто лучше. Поэтому они хоть как-то там двигались куда-то. А на других участках фронта все поставки были небольшие, поэтому там, собственно, война затягивалась. Да. И теперь просто Вагнеру сократили снабжение до общего уровня, поэтому у ЧВК начались те же самые проблемы, что и у всех. Воюйте тем, что есть. А есть мало, очевидно. Ну вот сейчас стали появляться разные сообщения, что, с одной стороны, Вагнеру стали доставлять снаряды, с другой, один из каналов написал, что в начале февраля в российской армии пришли к выводу, что этот снарядный голод вообще спровоцировал Пригожин, да, который сначала выбрал всех потенциальных мобилизованных в тюрьмах, а потом еще и забрал себе снаряды, которых стало остро не хватать всем. Ну, в общем, эта склока, она продолжается. И я думаю, что она... Я не знаю, когда она кончится. Угу. Хорошо. Давайте теперь на более общий уровень перейдем. Можешь объяснить, почему и Россия, и, видимо, Украина тратят вообще так много снарядов? Я вообще не очень знаю, сколько снарядов сейчас тратит Россия и сколько тратит Украина. Это такая серьезная работа для анализа этих данных, сборах и обработки этой информации, да. Но какие-то отрывочные сведения появляются, да. Ну, можно, во-первых, судить по интенсивности артобстрелов, опять же таки, со слов тех, кто видит и слышит работу артиллерии, что этот голод начался, да, и что он начался с двух сторон. Ну, вот в конце декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что российская армия ранее в период активных боев выстрелила в день до 60 тысяч артиллерийских только снарядов. Только артиллерийских снарядов, да. Это вот опять-таки к вопросу о том, что Пригожин выгреб все, так сказать, артиллерийские погреба, да, а не те, кто выстрелил 60 тысяч снарядов в день, да. Российская армия просто очень активно стреляла летом. Да, и тут еще один момент, который тоже надо обговорить. Мы говорим об артиллерийских снарядах. Кроме артиллерийских снарядов есть ракеты к системам залпового огня, но они тоже входят в артиллерийские снаряды. Есть минометные мины, есть танковые снаряды. И этот снарядный голод, он касается всего. С чем-то дела у каждой из сторон лучше, с чем-то хуже, но тут дело не только в снарядах. Ну, мы как-то вот говорим о снарядах, потому что артиллерия, это самая такая активная... Ну, и потому что это война, завязанная во многом на артиллерии. Мы с тобой это еще обсудим чуть-чуть попозже. Вот. Итак, вот в период активных боев летом считается, что российская армия выстрелила 60 тысяч снарядов в день, а на момент, когда Буданов об этом говорил, это конец декабря, выстрелила не более 20 тысяч. Как я понимаю, что с тех пор ситуация не улучшилась, а только ухудшилась. К настоящему моменту, может, расход еще сильнее снизился. Financial Times недавно писала, что сейчас украинцы выстреливают в день около 5 тысяч снарядов. То есть один к четырем. Да, один к четырем. При этом сообщения с места очень разные. Я вот сегодня увидел этот ролик. Человек, которого там представляют как командира одного из вагнеровских отрядов, он говорит, что украинцы вообще-то не берегут снаряды, и у них со снабжением гораздо лучше обстоят дела, чем в России. Но это с его слов. То есть, опять-таки, Вагнер развернул настоящую кампанию, и поэтому сложно судить. То есть непонятно, на самом деле, сколько именно, но понятно, что проблема она есть, и касается она всех. Это война, как ты говорил, это война больших армий. И в Европе, и в мире, и в России к ней не были готовы, потому что Россия снабжает снарядами какие-то свои запасы, своя промышленность, а Украину сейчас снабжает снарядами весь мир. Эта проблема, она началась весной, когда эта война, собственно, стала артиллерийской. Вот ты правильно мне напомнил. Именно тогда, вот после отступления из Киевской области, в прессе как раз вот это появилось, словосочетание артиллерийская война. Как это происходит? Можно судить, если посмотреть на спутниковые снимки мест боев. Да, этих снимков сейчас много. Там, посмотрите, из-под угледара, да, эти фотографии вот этих колонн, которые там расстреляли. Там видно, что идет дорога, и вокруг нее поле просто, ну, все усыпано воронками. Причем в силу того, что поле покрыто снегом, вот эти черные воронки, которые видны, это только свежие воронки. Я думаю, что их гораздо больше на самом деле. Я помню, что мне еще раньше зимой врезалось просто в память снимок, который сделали с дрона. Там был украинский блокпост, как говорили, ну, какой-то бункер бетонный. И сказано было, что это бункер, который российская артиллерия в результате поразила. Так вот, этот небольшой бункер, вокруг него, ну, примерно на километр все было усыпано. Там были тысячи снарядов. То есть вот расход на поражение одного небольшого объекта может быть очень-очень-очень большим. Я тут читал статью, еще октябрьскую, на сайте Ассоциации полевой артиллерии США. Там эксперт, бывший сам артиллерист, пишет, что в позиционной войне артобстрелы это единственный способ продемонстрировать хоть какую-то активность, наступать опасно. Затратно. Остается только обстреливать противника. И, как он пишет, там, артиллерия – это идеальное оружие для ленивого военачальника. Но, на самом деле, не для ленивого, а для военачальника, у которого просто нет сил и средств для того, чтобы это все изменить. Армии смогут, например, экономить как-то снаряды? Слушай, а что им еще остается делать, если у тебя нет снарядов, но война не кончается? Ты можешь не экономить их, но ты не сможешь стрелять больше, чем у тебя есть. А как это можно делать? Ну, например, можно стрелять точнее. Тут министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что как раз вот украинских артиллерийстов, которых готовят в страны Западных, их учат более экономно и точно расстреливать боеприпасы. И ВСУ, в общем, это демонстрирует с помощью самых разных сил и средств, да, и умений. У них есть западные артиллерийские системы, которые более точные. Тут надо понимать, что основу артиллерийских парков двух сторон, ну, российский так до сих пор, составляет какие-то старые либо производства советского еще системы, либо советских образцов. Есть, конечно, более новые, есть и МСТА, и буксируемые МСТА, и самоходки МСТА, они более точные, но их не так много, да. В Украину стали активно поступать системы 155-миллиметровые, там тоже самые разные абсолютно, и более точные, и менее точные. Но, тем не менее, в целом средний уровень, он чуть более точный, чуть более дальний, чем у российской артиллерии. Поэтому стрелять могут чуть дальше и чуть более точно. К этому надо прибавить артиллерийские радары, которые тоже, кстати, используют обе стороны. Но вот в Украину они стали активно поставлять эти радары с началом вторжения российского. Артиллерийские радары помогают, прежде всего, вести контрбатарейную борьбу, так называемую. Это когда ты ловишь батарею противника, засекаешь ее место и подавляешь своим огнем. Эта война, она уже превратилась в такую игру в кошки-мышки, артиллерийская война, я имею в виду, когда надо не просто выпустить какой-то там боекомплект, который тебе выделен, да, для поражения цели, но еще быстро свернуться и уехать. Конечно, с этим лучше справляются самоходки, но и такие буксируемые артиллерии тоже как-то сейчас так действуют, да, быстро отстрелялся и убежал. С этим борются артиллерийскими радарами. Дроны, кстати, тоже используют. Используются самые разные системы, да. Вот украинцы еще до вторжения разрабатывали различные программы, которые помогали наводить артиллерию, да, когда целую батарею можно было навести там с одного планшета. Появились системы, там, крапивы, гессарта, они очень активно над этим работали, поэтому у них просто управление артиллерийскими средствами, которые там на каком-то участке фронта, она просто более эффективна. Плюс общая организация лучше, когда от разведки информация поступает к тому командиру, который принимает решение об открытии артиллерийского огня, она тоже гораздо быстрее. Разумеется, в России тоже пытаются над этим работать и совершенствуются, и учатся на этой войне, но изначально украинцы были в этом лучшие. Поэтому вот стрелять лучше, это один из ответов на этот вопрос. Да, сама собой напрашивается мысль, а что, не перейти ли вообще на высокоточные снаряды, дескать, ну, если ты вместо там целой батареи, которая выпускает там какой-то свой боекомплект, ты просто стреляешь несколькими высокоточными снарядами, поражаешь какие-то важные цели, тратишь меньше. Нет, так нельзя. Я сошлюсь на тех экспертов, с которыми я разговаривал, обсуждал это, и, собственно, на этого вагнеровца, интервью с которым выложили на одном из телеграм-каналов, он сказал, что украинцы используют высокоточные снаряды, конечно же. В Украину поставляют высокоточные снаряды. Сильно меньше, буквально, по сравнению с общей массой снарядов, это единицы. Украинцы их используют для поражения одиночных укрепленных целей, там, штабов, бункеров... А, понятно. Небольших. Но вот массированный артобстрел все равно надо вести обычными снарядами. Я тут тоже почитал в 19-м году в американском специализированном журнале, который называется «Журнал оборонной аналитики и логистики», было опубликовано исследование эффективности трех 155-мм снарядов, которые все, я посмотрю, они все поставляются в Украину. Это высокоточный «Экскалибурт», тот самый М-982, активно-реактивный М-549А1, это снаряд, которого увеличена дальность за счет того, что у него там небольшой пиротехнический реактивный двигатель сзади срабатывает. У него повышенная дальность. И обычный М-795 — это просто снаряд для трехсемерок, для самоходок и так далее. Ну, универсальный снаряд для натовской артиллерии. И вот там говорят, что в результате стоимость по балансу стоимости, качества, эффективности, они все равны, они все одинаково важны, одинаково полезны, потому что активно-реактивный он стреляет далеко, высокоточный он поражает. Не очень сильно, но если тебе нужно накрыть площадь, то тебе нужно использовать вот этот М-795, потому что ты не всякий раз стреляешь по бункеру, ты не всякий раз стреляешь по артиллерийскому складу, который надо очень точно попасть в трубу или в форточку. Тебе иногда надо накрыть батарею, а эта батарея, она находится на площади, ее надо поражать. Или какая-нибудь там, не знаю, пехота, которая в поле залегла, или танки. Тебе надо иногда поражать площадные цели, поэтому нельзя взять высокоточные снаряды и работать только ими. Нет, этого не получится. Это одинаково верно для всех сторон конфликта. Да, и тут еще надо понимать, какая вещь, да, то есть мы говорим об уничтожении каких-то целей. Но артобстрел массированный, он воздействует на пехоту, на поле боя, или которая занимает какой-то там рубеж обороны, самым мощным образом. То есть если почитать воспоминания людей, которые пережили артобстрел, там люди часто гибнут не от поражения осколками или взрывной волной, а вот просто, ну, контузия, понятно, взрывная волна, да, ну, просто, ну, что называется, сходят с ума от этого ужаса, да. И эти артобстрелы, они, конечно, ужасные. И для этого тоже, собственно, их используют. Какие-то еще варианты экономить снаряды есть? Ну, если продолжать как-то тему высокоточных боеприпасов, да, можно сюда отнести и какие-нибудь операктивно-тактические ракеты и авиацию. Вот Украина активно просит, чуть не с самого начала конфликта, вот эти ракеты на 300 километров, бьющие от АКМС. Которые к Хаймарсам, да? Которые к Хаймарсам, да. Ну, и к МЛРС. И тут им еще обещают поставить GLSDB. Это планирующая бомба, которую запускают, опять-таки, из пусковых наземных установок, и которые на 150 километров потом планируют. Тоже высокоточные. Они примерно по мощности равны ракетам ГМЛРС, которыми вот уничтожали склады. Это, собственно, и есть продолжение той тактики, которую украинцы применяли летом, когда они стали получать вот эти ГМЛРС, и стали уничтожать ими не позиции, а склады и мосты. Ну, мосты в этой ситуации тоже, конечно, важны, потому что это логистические цепочки, да, прерываются. Но главное, что артиллерийские склады. Вот тогда начались первые проблемы с поставками боеприпасов к российским батареям, да, артиллерийским. Просто потому, что вот эти склады, они стали уничтожаться высокоточными ракетами. Ну, и понятно, что пришлось справляться, выстраивать новые логистические цепочки, рассредотачивать эти склады, их выносить за... Лучше маскировать, выносить за дальность действий, за радиус действия этих ракет. Ну, вот, если, собственно, у Украины появятся вот эти дальние средства, то это опять перед российскими войсками поставят, и если они будут их... Можно применять против артиллерийских складов, да, против логистических каких-то слабых мест, там, мостов, железнодорожных станций и так далее. Так это очень сильно осложнит работу артиллерии российской, да, и... Ну, и симметрично, если у России появятся в достаточном количестве подобные же такие ракеты, и появится система, которая позволит их наводить, то то же самое будет. Мы опять возвращаемся к тому, что без массированного артобстрела как-то на этой войне воевать не получается. Можно, наконец, использовать еще и самолеты. Вот смотри, Еврофайтер Тайфун, который Украине обещали, ну, то есть не обещали, а обсуждали возможность его поставок, официально не обещали. Да, собственно, никакие официально не обещали еще. Он может нести девять тонн вооружений на тринадцати узлах. F-16C, о котором говорили тоже очень много, но который тоже официально пока не поставляют, у него семь, больше семи с половиной тонн. Гриппин, который вообще никто не обещал, но о котором тоже очень много говорят, потому что он довольно удачный самолет для этой войны подходит. У него пять, почти пять с половиной тонн. Артиллерийский 150-миллиметровый снаряд, М795, о котором мы говорили, весит сорок семь с половиной килограммов. Вот поэтому и посчитай. То есть за один заход, возьмем Тайфун, да, чтобы впечатлиться, может сбросить на цель вес идентичный с 180 снарядах. Понимаешь? И это один раз. Вот он пролетел и скинул. Да, тут я хочу оговориться, все это очень условно. У него не 180 подвесок, а всего 13, то есть это будут, и, конечно, он возьмет, может быть, не столько вес, но просто, чтобы понять, да, что авиация, это действительно довольно мощное средство. Его ничем не заменить, на самом деле. Помимо того, что самолет может доставить к цели очень много бомб, он еще ему может их довольно точно сбросить, потому что сверху все видно пилоту. Вот. Это не беспилотник, там сидит пилот, и он все видит. Но с самолетами очень много проблем. Это очень дорого, и очень сложно, и очень долго. То есть готовить пилотов надо очень долго, применять авиацию сложно в условиях ПВО, которая в России, армейское ПВО, ну, как-то считается, что она как минимум не менее мощная, чем в Украине, и украинские пилоты, так же, как и российские, на большую глубину в тыл не залетают. Кстати, сегодня была новость о том, что армейскую ПВО передают из введения армии в состав ВВС. Ну, в общем, с самолетами все очень сложно, надо готовить аэродромы, надо их дооборудовать, потому что украинские аэродромы не совсем подходят для сложных, дорогих, капризных истребителей западных. Их нужно много, этих аэродромов, чтобы распределять авиацию, им нужно дорогое обслуживание, готовить много техников, самих пилотов, доставлять тебе боеприпасы, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот если они у тебя есть, если у тебя это все готово, ты можешь ими работать, да, если ты подавил ПВО, если они у тебя есть и так далее. Но если у тебя этого нет, то неизвестно, что дешевле. Ну, и, наконец, последний способ, не обойтись без артиллерии, но вот способ как-то снизить ее расход, да, ну, вернее, способ, который, кажется, истекает из того, о чем мы раньше говорили, да, со ссылкой на артиллериста, эксперта с американского сайта, который сказал, что вот это следствие позиционной войны, вы стоите друг напротив друга и расходуете боеприпасы, поэтому у вас боеприпасов мало, что логично. Он предлагает наступать, то есть он говорит, что в позиционной войне тоже есть наступление, километр два, по сто метров, это как бы оттесняет, да. Ну, это то, что мы видим, как вот сейчас, собственно, чувака Вагнера и наступает в Ахмуд, да, по сто метров, по сто метров. Давно-давно уже так наступают, да. И как, собственно, описывают это все российские там полевые командиры, это действительно, ты вот подходишь к зданию, ты это здание с землевой артиллерией сравниваешь, чтобы по тебе оттуда из Птуров не стреляли. Ты перед собой выжженное поле оставляешь, потом на это выжженное поле заезжаешь, да. Но вместо этого можно проводить наступление с решительными целями. В Советском Союзе эта доктрина называлась глубокое наступление, да. Вот ты прорываешь фронт и идешь по тылам, у тебя есть самоходки, которые тебя сопровождают, если нужно, они тебя поддерживают огнем, но тут уже не нужно 60 тысяч снарядов в день расходовать. Но сложность тут в том, что для того, чтобы это наступление совершить, тебе надо сначала потратить очень-очень много снарядов. очевидно, что 60 тысяч снарядов в сутки России не хватило, чтобы начать решительное наступление на Донбассе. Вот один из экспертов, израильский эксперт Давид Гендельман, он как раз, я его процитирую, чтобы не соврать, он сказал, что надо иметь много сразу, а не постепенно. Поэтому тут вопрос не в выгодности, а в физической возможности. Это как заплатить наличными или брать кредит под процентами. Наличными потратишь меньше, но это если есть достаточно наличных, а иначе нужно брать кредит, несмотря на невыгодность. Конец цитаты. То есть, если у тебя есть много снарядов, наступай, если у тебя хватит. Если у тебя нет, ну, тогда вот действует так, как приходится действовать. А вообще, откуда Россия и Украина могут взять новые снаряды? Украина, кажется, из западных поставок, но может у них есть какие-то еще способы и России, как действовать? Ну, два только источника, может быть, снарядов. Это запасы и производство. Поэтому если кончаются запасы, производить и экономить. Сейчас Украина, как говорят на Западе, тратит больше, чем Запад производит. И живет за счет запасов, которые поставляются. Что происходит в России, мы не знаем. Конечно, Россия рапортует об увеличении производства, о том, что там рабочие втресмены работают на заводах. Чемизов глава Ростех сказал, что по отдельным наименованиям продукции военной, боеприпасов, увеличение производства в 50 раз. Если бы были 152-мм снаряды, это одно дело, а если патроны стали пистолетные, выпускать в 50. Ну, неизвестно, не сказал. В общем, надо вкладывать деньги в производство. Заводы не могут так, знаешь, по щелчку начать производство снарядов, мол, ах, у нас тут снарядный голод, надо строить их больше, раз, заработали, стройте. То есть, снарядное производство это сложнейший технологический цикл. Тут и химическое производство, потому что пороха вещь очень сложная. Во-первых, добывающая промышленность, потому что все компоненты нужны. Химическое производство, металлургия, обрабатывающая промышленность, разумеется. Обрабатывающая промышленность, тут надо понимать, что если это обрабатывающая промышленность, у тебя снаряды не обрабатывала в течение последних 20 лет, то тебе надо где-то эту обрабатывающую промышленность запускать. То есть, тебе нужны станки, тебе нужно станкостроение, или тебе нужно где-то их закупать. Все это работает в связке. Но что происходит в России, я не знаю. Для Украины эти снаряды сейчас пытаются заказать. Во-первых, штаты и европа пытается развернуть свое производство америка вкладывает огромные средства но сейчас все равно этого недостаточно ищут производство в самых разных странах других например в пакистане очень мощная промышленность по производству боеприпасов было еще до начала этого конфликта поэтому по слухам там тоже заказывать для украины хотя пакистан это отрицает мир не был готов к такой большой войне нет таких производственных мощностей поэтому как долго это будет сказать сложно но вот я процитирую еще одного эксперта это из россии или окрамник который написал своем телеграм-канале что для производства боеприпасов в достаточном количестве а дальше цитата требуется общая мобилизация экономики и не один год подготовительной работы с принципиальной перестройкой всей политической и экономической системы страны вероятность чего каждый волен оценить сам то есть для производства боеприпасов в достаточном количестве что ты мог выстреливать 60 тысяч снарядов или даже меньше возможно нужно просто производить экономическую реформу понимаешь откуда мы знаем словосочетание снарядный голода он появился из первой мировой войны там этот снарядный голод преодолевали очень долго год а то и больше но неизвестно насколько это сейчас проще или сложнее сделать в нынешних экономических условиях в россии и и на западе там тоже много своих проблем ну в общем это месяцы или годы ну и пока значит война будет продолжаться в условиях вот этого вот снарядного голода до война будет продолжаться теми средствами которые есть в наличии у армии если не будет снарядов будут придумывать как без них обойтись ну то есть снарядов не не то что их не будет они будут да но возможно эта война приобретет какие-то новые форум спасибо паша это был мой коллега павел аксенов вы слушали подкаст что это было его можно найти на нашем сайте в соцсетях в apple подкастах на других платформах том числе и на ютубе подписывайтесь на нас оставляйте оценки ставьте лайки и комментируйте так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей меня зовут илья кизиров всего доброго